Доброго дня! С вами канал Про Цветок и я травница Ольга Спиридонова. И сегодня у нас такой будет интересная встреча. Я вам хочу немножечко рассказать, что такое техника безопасности в таком чудесном месте, как наша дача. В окружении наших любимых растений, в окружении наших любимых цветов, оказывается, тоже нужно сохранять бдительность. Не все цветы, которые радуют нас своим роскошным внешним видом, бывают безопасны. Многие из них ядовиты, несмотря на свой такой вот красивый внешний вид. Я более чем уверена, что многие слышали такое название, как лютик. А ведь лютик, недаром его дикорастущее название, лютик едкий или куриная слепота. Я помню, бабушка травница моя постоянно посылала меня собирать этот лютик. Она делала из него настойку на самогонке, которую втирала в суставы. Они у нее очень болели, потому что на войне копали окопы по колено в ключевой воде. Но она меня категорически говорила, Олюшка, ни в коем случае этими ручками за глаза не трогай, иначе ослепнешь. Я помню, боялась страшно. На самом деле бабушка была права. Лютик едкий содержит алкалоиды, которые могут вызывать временное снижение зрения, а при достаточно большой дозировке вплоть до слепоты. И красивые, роскошные садовые варианты лютика, которые многие из нас сажают на клумбе, а действительно ведь красивые, особенно махровые формы, разноцветные, тем не менее, менее ядовитыми от этого не стали. Если вам нравятся эти растения, после того, как вы поработали с ними, пропололи, где-то что-то оборвали, обязательно мойте руки с мылом. Или же в перчатках проводите все необходимые операции. Постарайтесь, чтобы к этим растениям не было доступа у маленьких детей, если они гуляют у вас по усадьбе, по вашей даче, по вашему поместью, чтобы к ним не было доступа у животных. Хотя чаще всего животные умные, они ядовитые растения не съедят, но все-таки на всякий пожарный. Техника безопасности еще никому не помешала. Также роскошные растения, которые очень часто радуют глаз в палисадниках, из рода наперстянки, очень и очень небезопасны. Что такое наперстянка? Это красивое растение, которое разноцветными колокольчиками цветет и которое содержит сердечные гликозиды. Сердечные гликозиды в очень-очень малых дозах помогают нашему сердечку работать, помогают ему работать в норме, но малейшее превышение этой дозы может вызвать что? Может вызвать остановку сердца. Поэтому красивые растения наперстянки, конечно, могут радовать глаз в нашем саду, только если мы соблюдаем технику безопасности. Ядовитой является вся трава, включая цветы. Опять-таки стараемся проводить все манипуляции в перчатках, после этого руки моем, после этого споласкиваем лицо, рот, нос, не берем, не принимаем пищу, пока это все не сделали. И помним, что детям и животным домашним нежелателен доступ на клумбу, где растет красавица-наперстянка. Из той же группы, из группы растений, содержащих сердечные гликозиды, наш широко распространенный популярный ландыш, обычный ландыш майский. Он тоже содержит сердечные гликозиды. И в очень-очень малых дозах. Его экстракт включен в состав такого препарата, как капли зеленина. Возможно, многие из вас знают. Это капельки, которые помогают при стрессе успокоиться, помогают при таких неосложненных сердечных болях, помогают получше заснуть, если у кого-то проблемы с бессонницей и сердцем. Но, опять-таки, в очень и очень малых дозах. Чем опасен ландыш? При всей привлекательности его растения были случаи, когда его листочки, великолепные листочки, путались с черемшой. Черемша, медвежий лук. Наш первый весенний поливитаминный дикорос, который помогает запускать кишечник медведям после зимней спячки, за что так и назван, имеет практически такие же листья, как и ландыш. И были варианты, когда люди травились вот такими вот листочками. Еще опасность у ландыша какая? После того, как отцветут его нежные фарфоровые колокольчики, у него появляются ягоды. Это уже ближе к лету. И вот ярко-оранжевые, практически красные ягоды очень часто соблазняют детей. Если у вас где-то растут в теньке, в сыром таком месте ландыши, которые вы любите, следите, чтобы туда не было доступа деткам. Какие еще растения могут нас огорчить? Наверное, всем известен борщевик. У него есть разные виды. И если борщевик сибирский, это, например, съедобное растение, то борщевик сосновский, это очень и очень такая большая проблема. Растение, которое очень быстро распространяется, и которое, увы и ах, оставляет на теле ожоги. Чем коварно это растение? Когда мы проходим мимо и случайно задеваем за борщевик, никаких каких-то внятных эффектов первое время не происходит. Его стрекательные клетки выбрасывают сок, который попадает на кожу, проникает внутрь, и мы пошли, занимаемся своими делами, а он продолжает работать. Что он делает? Он резко увеличивает фотосенсибилизацию кожи. Что такое фотосенсибилизация? Это чувствительность кожи к солнечному свету. Вот представьте, что вы провели на солнце, на первом майском солнце, целый день. Что будет? Кожа сгорит, покраснеет, покроется волдырями. А если у вас повышена чувствительность кожи к солнечному свету, произошла фотосенсибилизация вследствие воздействия сока борщевика, то вам достаточно будет 10-15 минут побыть на солнце, чтобы получить такой же эффект. В тех местах, где вы касались борщевика, возникнет краснота, возникнут ожоги. Поэтому в первую очередь необходимо иметь какие-то антигистаминные средства под рукой. В первую очередь необходимо промыть холодной водой, а лучше и вовсе вывести этот очень доставучий сорняк со своего участка и следить, чтобы там, где он растет, в каких-то местах не гуляли дети. Иначе это может для нас очень печально кончиться. Какие еще очень красивые, но при этом очень небезопасные растения есть. Например, белина, например, дурман. Необходимо помнить, что эти растения также являются очень и очень ядовитыми, несмотря на то, что цветут крупными, красивыми, пышными цветками. Вороний глаз очень красивое растение, но тем не менее также ядовито. И его черная ягода очень часто соблазняет деток, которые, хватая эту ягодку, бывает, что и травятся. Помним, что такие растения, которые мы можем использовать для ландшафтного дизайна, например, можжевельник казацкий, несмотря на красивые формы, которые он дает, такие перевидные, разного цвета, он также является ядовитым растением. И очень и очень аккуратно к нему надо относиться. Рододендроны, олеандр, богульники, все эти растения ядовиты. В последние годы стало модно сажать у себя на участке клещевину. У нее очень красивые характерные темно-зеленые листья с красным опушением, очень интересные красивые красные цветки. И несмотря на то, что из семян этого растения получают всем известную касторку, сама по себе клещевина является ядовитым растением. И прищипывая ее от ламовой листочки, соблюдаем все ту же технику безопасности. Ручки одеваем в перчатки, после этого промываем рот и нос, прежде чем принимать пищу, руки также моем с мылом. Доступ к ядовитому растению перекрываем деткам и домашним животным. И помним в целом, что хороший травник, хороший дачник, живой травник, эта поговорка была моего наставника, хороший травник, живой травник. Я ее вовсю неоднократно стараюсь повторять слушателям моей фитошколы Дивея и прошу вас запомнить тоже. Всегда есть много красивых цветущих растений, которые вам известны, про которые вы точно знаете, что они не ядовиты. И они могут украсить вашу дачу, вашу клумбу, ваш сад без опасности отравить кого-то из ваших ближних. Если вы сомневаетесь в этой информации, вы всегда можете оборотиться консультантом магазинов Процветок или на сайте Процветок и вас проконсультируют, какое растение красивое подойдет к вашему типу почвы, подойдет по цвету к вашей клумбе и ее окружению и при этом не будет ядовитым и не будет опасным для вас. Так что сажайте красивые растения и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok